У жителей поселка Новосавенко появилась собственная площадь торжеств. В эту пятницу там состоялось открытие памятной стелы участникам Великой Отечественной войны. К исполнению мечты о мемориале приложили силы как активисты Новосавенки, так и представители власти. Прямо с праздника сюжет Елены Тимофеевой. Поселок на окраине Ленинского района города старше самого Магнитогорска. Новосавенке более 120 лет. Старожилы бережно хранят историю поселка в годы войны. 80 его жителей отправились на фронт, вернулись 50. Дети, внуки и правнуки фронтовиков продолжают жить здесь, но места, куда было бы можно возложить цветы в День Победы, в этом поселении не было до сих пор. Два года тому назад один из наших жителей, сейчас его уже нет с нами, Михаилов Михаил, он сказал, я, говорит, объездил полу России, но в каждом уголке есть памятник фронтовикам, а мы, как Иваны, не помнящие родства. Это неправильно и несправедливо. Ну вот идею он такую подал нам. У нас собралась, сложилась инициативная группа, и вот два года подряд мы практически пытались выставить этот памятник. Новосавинцы всем поселкам собрали деньги на возведение памятной сцелы, но столкнулись с непредвиденными трудностями. Согласование проекта, его исполнение, передача будущего мемориала на баланс. Преодолеть их и воплотить мечту помогли спонсоры и неравнодушные люди, в числе которых оказался и депутат по второму округу Олег Казаков. День Победы – это, в общем-то, если не самый большой праздник в нашей стране, то один из самых больших праздников. Значит, и праздник у каждого свое чувство, наверное, свои отношения. У меня оба деда воевали, и двоюродные деды воевали, и один из них есть даже герой Советского Союза. Единственным местом для встречи праздников поселковцев является это поле, заросшее травой. Именно тут, на въезде в Новосавинку, и решили установить памятную стелу. Мемориал сделан на совесть, его открытие стало большим праздником для новосавинцев. Шумят моя хлеба, шагает очистка моя, с высотом счастья, сквозь и ненастья. Сегодня в Новосавинке остались только два ветерана Великой Отечественной войны. По состоянию здоровья старикам под 100 лет они не смогли прийти на открытие стелы. Но среди присутствующей молодежи было много патриотов. Мария Труфанова держит в руках парлет своего прадеда. Егор Семенович Филатов, уроженец Новосавинки, ушел на срочную службу в 1940-м. И так и не вернулся домой. Погиб 26 июня 1944 года в северне Ленинграда в одной из битв. Его смертельно ранило, когда он осматривал минное поле, чтобы танк не подорвался. Бабушка очень много про отца рассказывала. Для нее это было очень важно. Как-то она сумела нам так донести, рассказать, что и для нас это тоже стало очень важно, помнить о нашем герое. Каждый житель Новосавинки, прошедший на открытие стелы, под песней в исполнении хора «Уралочка» вспоминал героев войны из поколений своей семьи. Праздник в поселке завершился возложением цветов к новому мемориалу.